я хотел поговорить о предыдущей вот беседе с александром то есть он звонил мне после того как с тобой говорил вот и он знаешь такой вот в общем вдохновленный как бы после вашей беседы он говорит что ну ты находишься в единомыслии с ним что от священников вот нет благодати такой ну в таинствах то есть что вот хотел бы об этом вообще понимаешь на сегодня таинство причастие допустим первую очередь но тогда как это недоговоренность была я расстался и понял что я не договорил как бы надо было еще разъяснить свою позицию более четко не совсем так я написал ролик буквально перед тем как мне позвонил я смогу ролик попали в вашей беседе с александром я там написал что выбор находится в опасном положении то есть через край можно перейти здесь край который нельзя переступать мы понимаем я понял это так как он понимает это уже крайне это он перешел через край у меня понятия ну простые есть церковь которые сознательном депутатом он был в этом году попал на футбол он избирает а вот которые будут проповедовать благослови ведь о том что христос победил смех победил что теперь кто верует в него может быть соучастником победы крестовый а вот только пола назначают а вот как угодно тех пресвятеров церкви пресвятер это не значит что он старик какой-то это старший то есть главный начальство еще бог он оставит не не устройство бог а в церкви боже должен быть порядок апостол Павел все время говорит об этом что должен быть порядок поэтому кто-то должен быть главным кто-то должен стать впереди народа и молиться везде порядок должен быть причастие причащаться но это не самоцель вообще-то главная цель это вера в разных условиях человек может находиться может быть и в житиях святых самоцель сколько случилось что люди годами и десятилетиями не крещали спокойно переживали вера на первом месте причастие я считаю вот это что священники они благодатны и благодать я от них не отнимаю что это таинство которое они совершают благодатны я их считаю как предстоятели как законы рукоположенные от апостольских времен непрерывающие цепочка идет вот у меня даже книга есть насольная книга священнослужителей церковных служителей вот два таких слов там буквально от самого начала от апостола придет цепочка не подчисляются те имена последовательные в каждой церкви в Санкт-Петербургской антиохийской там в Иерусалимской до двадцатого века брат Александр он пошел уже через край тут же понимаешь понимаешь в чем делается власть вопрос о власти вот вот всегда стоял на первом месте даже когда апостолы были еще с ним со Христом ходили этот вопрос всегда возникал и Господь уравновесил где власть и что как делать с этой властью вот вот был же и спор между ними кто из них должен почитаться большим он же сказал им цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются а вы не так но кто из вас больше будет как меньший и начальствующий как служащий начальствующий как служащий Господь уравновесил и начальство должно быть он не может быть без начальника этот мир не существует без иерархии иерархия уже установлена в раю когда поставил головой мужа а жену в подчиненном положении то есть уже иерархия даже в животном мире иерархия ну да здесь здесь сразу вопрос такой навязывается вот в послании да каким должен быть епископ и перечисляется и вот откуда допустим Александр берет бы свое утверждение что мы что должно быть и что сегодня мы видим вот смотри каким должен быть епископ перечисления где мы сегодня много мы сегодня найдем московской вот патриархии в частности да ну не в частности а в первую очередь епископов таких которые бы соответствовали тому перечню каким должен быть епископ вот и знаешь я всегда вопрос такой ну не всегда как он сидит в принципе задаю вопрос я говорю ну ты вот стал бы у мужеложника епископа причащаться да человек аж руками да нет ты что не дай бог да а чревоугодника тут уже раз мягче а у пьяницы ну кто не пьяник сейчас выпивают все любые видишь а евангелий говорит что мужеложники чревоугодники пьяницы они попадают в один разряд что они царствие божие не наследуют то где же разница между мужеложником чревоугодником и пьяницей понимаешь как тут быть разница никакой грех он вернее разница есть в тяжести греха как человек дошел до такого состояния один грех можно совершить ну как бы ненароком там а другой до другого нужно еще дойти когда дойти до такого уровня падения не сразу можно бывает что человек гадание идет к этому падению то есть разница грех он любой грех возьмите за грех смерть а дар божья жизнь личная любой грех это ведет к смерти любой грех делает человека живущего во грехе врагом бога и церкви покаяние данного от бога потому что мы находимся все время в борьбе борьбой не с людьми а с духами злого поднебесного в этой борьбе могут и падения быть вставания но кто в борьбе находится а кто не находится а кто уже пал и не встает и который ему грех как бы это родной стал откуда мы знаем где вот этот священник или епископ который мужеложник или еще какой то они скрывают это очень тщательно и доказать это очень сложно но всех подозревать тоже нельзя нет тут вопрос немного неправильно поставил смотри зачем зачем ты берешься сразу за мужеложника допустим мы видим епископов чревоугодников они как правило все мамоны с такой с огромной да а мы же понимаем что мужеложники чревоугодники на одной ступени находятся они оба не наследуют царствие божие тут мамона их тут их не надо камеры ставить наблюдение за ними тут они сами на себя говорит да но мы не знаем того того что этот человек это да может быть он находится в таком состоянии когда он именно находится в борьбе глаза у него еще не закрыли до суда божий еще нужно дожить может быть это действительно находится тяжелейшей борьбе у одного страсти может быть он не обращает внимание на это он может поесть может не поесть а другого в этом отношении может он стал так что он это не в состоянии справиться подожди если ты находишься в борьбе тогда ты не имеешь права принимать на себя сам епископство потому что мы знаем каким должен быть епископ ты не можешь быть тогда епископом ты должен отойти побороть свою страсть и вернуться к епископству правильно побороть свою страсть да не брат тут так не получается страсть это она понимаешь человек стал епископом а сатана на него ополчился с такой силы он пал грехи разные бывают отцы определили которые грехи смертные которые после которых нельзя уже совершать никакого то это есть уже определенные правила в котором ну и надо я думаю не брать на себя лишнего нам достаточно что есть и по этим правилам хотя бы это уже было бы достаточно ну а тут совесть еще ну конечно она и совесть и слово божие по совести конечно на это еще угодно но глубина падения все таки тут надо согласиться с святыми отцами что они не определили чьего угодно что он нет я думаю что нет не так чьего угодно конечно будет человека не не все что это мы совершаем лошадь преступления украин все это будет на момент может не да не дано не надейтесь на князей на сынок человечества тоже ниже нет спасения границы видимо и чай видимо это все что есть вот я тебя вижу ты меня видишь а душа отец то это ничего это не видно а бог видит так что он видит изнутри человека наблюдает сердце и мы в церкви находясь внешне а внутренне было я не говорю что как бы не замазываю и не успокаиваю но нужно четко понимать что сердце божье не водит ничто нечистое ничто нечистое любой подверженный какой то страсти греху находясь в грехе он не попадет потому что грех оскверняет человеку именно грех и вы это четко должно понимать каждый из нас и границы как раз по этому проходит мы не знаем допустим человека можем причаститься у него не по незнанию потому что я не знаю вот приехал священник я откуда знаю я за ним не слежу не хожу от кого то услышал ну где доказательства как их определить у нас мы ограничены что мы мы не видим далеко с открытыми с открытыми сердцами мы говорим друг другу то что у нас на сердце то есть это избытка сердца говорят уста александр открывает свое сердце понимаешь причем он не стесняется он дает добро выставить это в мир да люди выносят уже как бы свои впечатления но тут вопрос в том что человек то говорит о том что я не верю понимаешь что на этих людях может быть благодать глядя на вот на все то что там происходит совершенно неверие этих людей он и заявляет что я не могу поверить что господь посылает через них ты понимаешь с чем дело да это я услышал тоже и этот вопрос вообще это такой сложный верить не верить это верить что на них нету благодати божия а что такое благодать божия тут вопрос за вопросом будет открываться что такое благодать благодать это благой дар который спасает бог которым или это дух святой или это одно и то же тут можно много раз говорить то есть ну я так понимаю что он говорит что благодати нету значит они как бы это отлучены от церкви уже то есть и таинство совершаемое имя не действительное да так но я только что говорил что откуда мы знаем есть у нас это в конце концов нужно обращаться к священному писанию вот когда царство священников царство священников бог называет израильский народ а вы будете священником и народом святым вот слова которые предскажете нам израиль это исход шесть потом петра так Исаия говорит шикар 1 2 6 стих а вы будете называться священниками господа служителями бога нашего будет служителями бога нашего будут именовать вас будете пользоваться достоянием народов и славиться славой им то есть уже тогда это понимание петр когда говорит что вы роды избраны царство священство народ святой люди взяты его дел то он не без основания это говорит потому что уже были сказаны подобные слова до него но он говорит уже об язычниках которые не были народом божиим они апостол павел говорит отчуждены от общества израильского чужды заветов обетования не имели надежды и были безбожными в мире а теперь его христе вы бывшие некуда далеко стали близки кровью христовой но он это говорит собрание он не конкретно кому то говорит что он же говорит собрание людей собрание состоит из людей каждый из нас это лицо церкви и лицо церкви я лицо церкви епископ лицо церкви но в каждой своей мере мы вместе составляем единое лицо церкви и на нас смотря или по отдельности или вместе могут люди судить о том что за церковь перед ним кто эти люди и поэтому лицо могут определять лицо очень непривлекательное сейчас это хак царственное священство каждый из нас ну так мы понимаем что но среди этого царственного священства избранного рода должны быть люди которые во главе стоят и так оно и было всегда такого не может быть беспорядка когда это каждый сам по себе это уже будет беспорядок анархия я буду причащаться я не буду причащаться то есть нужно еще и научиться это верить это не верить священникам но верь в библии верь в слово божье верь в это мать сам я верю я верю я верю вот ты сейчас опять же назвал что каким должен быть священник вот опять же если вернуться к ветхому завету священник по чину Мельки Седека должен быть то есть это священник непосредственно рукоположенный самим господом то есть если священник рукоположен по чину Мельки Седека, то это человек, можно сказать, безупречный, подходящий под те рамки, которые нам описаны в послании к Тимофею, каким должен быть епископ или священник. Но сегодня мы видим обратное. Тут видишь, что все упирается против Евангелия, против евангельских истин. Мы видим совершенно обратное сегодня. Я и говорю, лицо непригадное. Понимаешь, у современной церкви лицо стало неприглядным. Оно не привлекает людей. Своей миловидности, своей такси, как выдаст, сучастности. А наоборот, зачастую людей отталкивают. Но я хотел сказать о чем. У нас, если нам дано слово Божие для того, чтобы мы там познавали, то есть обращаясь назад, как и вырешивали там на пудрину, то есть мы можем посмотреть, Бог ведь был и тогда тот же Бог, который это в Израиле, и сегодня он тоже самый Бог. И вот что делал этими священниками, которые тогда были. Есть пример хороший, это сыновья первосвященника Ильи. Сыновья Ильи. И что говорит священное писание об этих сыновьях? Они были священниками. Они были ибранными, священниками. Они не просто так это. Они предстояли при Бога. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отвращали, понимаешь, грех, когда отвращают от жертвоприношений. Жертвоприношения тогда понятно, какие были. Волы, тельцы, анти, козлы и так далее. То есть животный мир. Голуби. А сейчас какие жертвоприношения мы приносим в церковь? Когда вот я прихожу в церковь, я такую жертву могу принести. Дух смиренный и скрушенный. Ну и еще благодарение. Жертву Богу благодарна за то, что он меня дал веру, дал сына своего единородного, похвал на землю, который родился от жены, который победил сатану, смерть. Понимаешь, это благодарение и тоже жертву. Александр правильно говорит, что Христос один раз умер, два раза он не будет умер. Один раз я принесу жертву. Многократно ему себя приносить жертву не надо. Это послание еврея. Вот. Сегодня в церкви мы видим, что как бы повторяет путь Христос, Проскомедия. На Проскомедии там просфоры. Просфоры это там есть копье и так далее, там вырезаются частистики. Там они священник как бы воспоминает путь, который прошел Господь на крес, на кресте был. То есть там даже как бы и пробудение это копьем ребра Христова. Я не знаю, зачем это сделано и почему до того дошли. Я думаю, что без Евангелия жили, потому что так вот. Ну, хапки склад. Ну, то есть, глядя на все, что сейчас делается, ты у тебя открылись глаза, ты посмотрел, ну, видишь, много того, что, ну, совершенно ненужного, без которого можно спасение найти и так, спасти душу. Много чего. Также и ночи, допустим, одевая этот нитро всякий там, клобуки и так далее. Ходит церковь покрытыми головами. Апостол Павел говорит, что муж не должен покрывать голову, а жена должна обязана. Много чего можно найти. Понимаешь, на этом мы можем обращать внимание до бесконечности. Но если ты понял, что ты в церкви находишься, именно в той церкви, в которой действительно она апостольская, которая создана Иисусом Христом, то находясь среди вот этого в этом состоянии отступления, ведь цитана он тоже не стоит на месте, он это веками действует, мы вот родились, а он останется. И да у нас было, и у нас будет. То есть я Юнотихщу звонил перед отъездом к операционному ездил, и вот мы с ним тоже завели тем, там стоит в интернете по поводу священства, я ему вопрос то есть учитывая все это мы понимаем что Господь через сегодняшних вот таких священников он подает благодать как через чурку какую-то вот бревно лежит через него подается благодать то есть так понимать да через чурку благодать понимаешь благодать благодать у вас спасены и так далее а благодать много написано благодать ну не благодать я скажу конкретнее таинство подается таинство церкви таинство вообще без веры никак не невозможно без веры вообще невозможно ничего поверил Авраам и это не не было тему вправе поверил Богу на первом месте стоит доверие Богу без доверия тут ничего невозможно если не будем доверять то мы не найдем ни концов где это где правда существует а наоборот еще больше заблуденцев так что если ты идешь и ты в церкви находишься только ты видишь и знаешь точно что вот священник совершил грех и он не ушел за штат не перестал совершать таинство а продолжают все равно это делать вот тут ты должен восстать да это да это сплошь и рядом ко мне вот священник один причащал мне в городе вот и он понимаешь они уже грех ставят ну как бы это оправдывают вот он говорит у нас есть один священник он пьющий никто не скрывает это все об этом знают и он принимает только пьющих прихожан понимаешь они разделились к нему идут и они друг друга так понимают и он их принимает причащает исповедует понимаешь пьющие священник да народу нравится народу нравится у нас отец пьющие 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 порядка порядка что он не передал я полюбил это строгость строгость дисциплина потом другие парочки появились строгость и дисциплины не стало и люди быстро привыкли моментально забыли о строгости а потом когда им напоминаешь они просто это считают считаешь что ты плохо говоришь благодать Божия это Дух Святой Дух Святой который спасает человека который открывает ему глаза и так далее который открывает глаза на грех открывает на то что в делу где правды но ищущим которые истинно ищущие желающим этой правды что получается в церкви священник который согрешает и находится в грехе без покаянных на нем и Духа Святого нету он совершает таинство а Духа Святого нету благодать Божия от него отошла все Дух Святой покинул его он благословляет говорит проповеди наливает вино причащает и так далее а Духа Святого на нем нету вот как здесь быть как ты узнаешь определишь есть на нем Дух Святой или нет ты же сейчас сказал о человеке ищущем да я вот более ищущего чем Александра я не видел понимаешь он день и ночь ищет он у него один вопрос в голове где где истина понимаешь он находится в поиске истины и пока ему как мы видим не открыто понимаешь он в больших сомнениях находится брат конечно у него есть такой корень который понимаешь у него есть точка в которую нужно это пошло я вижу что у него это вопрос о причастии но потом священники конечно они же непосредственно совершающие танцы и вот здесь он совершил ошибку он этот вопрос в голову угла поставил а ему этот вопрос о причастии не надо было в голову не от того что ты сколько раз причастишься и когда но это важно это очень важно но на первом месте стоит вера 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 христова находясь в этом мире вот в этом мире прелюбодейном и грешном как нам это не поблазниться это очень сложно но может быть Господи предусмотрел это то что нас ограничил во времени и пространстве что мы не знаем мы можем определить что у человека на тексте но бывает очень часто ошибаются понимаешь для православного отлучения причастия это страшнее я не знаю лада что ли и православные силы жизни заключают причастие сейчас вопросы такие что нужно причащаться когда грешишь это вообще переклад кто-то надолго это я согрешил периодю принял да и все прошло если я не буду причащаться то я погибну у Александра я так понял что есть тоже это самое что ему надо я не знаю конечно до конца не могу это рассуждать на эту тему надо с ним еще поговорить но вот этот вопрос который для него был разрешен то я думаю другие вопросы бы не возникли потому что мы находимся для меня этот церковь православный этот церковь и действительно она православная почему вопрос такой а что такое православие православие это то чему научил Христос апостолов он открыл апостолам и через них нам что у Бога есть Сын и есть Дух Святой это Христос до Него кто знал об этом а православие это и есть понимание того как может у Бога быть Сын и как может быть Дух Святой личностью вот в этом суть православия поэтому православие то что мы видим это может быть да не может быть а это и не православие на самом деле. Православие вообще это жажда. Мы по плоти хотим есть, хотим пить. Также человек духовный по духу хочет православия. То есть он хочет насытиться плотью и кровью Христовой духовной. То есть это словом, Богом словом. У меня постоянно возникает жажда, духовная жажда. В этом заключается православие. Вот. Александр как раз, он и понимает так православие тоже. У него вот есть жажда. И как бы к причастию, да, у него стоит вопрос причастия хлеба и крови, но не настолько остро. По плоти причастия. Он видит причастие духовное, как Бога Слова. Он сейчас опасную это вот, когда я вот ехал, мы делаем от Сотерги в Осинниках, ну тут сколько километров, например, километров, наверное, 60. Может быть, 70. Вот. И я беседовал с Луниным, Георгием. Я, мы говорили о церкви, о священстве тоже, о церковнославянском языке, мы побеседовали, потому что у нас машина сломалась, и мы там это стояли долго на дороге, это пока ремонтировали, пока посетили. В общем, побеседовали мы с ним. И я ему сказал слова Игнатия Игнатия, что самое ценное в нашей церкви это священство. Не будет епископа, не будет церкви. Почему? Епископа не как просто этого епископа, этого главного, старшего, ведущего действительно от того рукоположения первого, которое от Христа, Христос поставил апостолов, апостолы поставили людей по городам, старших, организовали общины. То есть поставление идет, если мы это отвергнем, то, собственно говоря, мы уже вне церкви находимся. И в этом вот и опасность, что отвергая институт священства, видя их недостатки, ну надо же видеть, это недостатки не только их, а вообще это церкви. Конечно, мы можем это просто оказаться вне спасения души, потому что мы пойдем против сердца. Тут нужно очень осторожным быть. Насколько я понимаю, о чем ты говоришь, насколько нужно быть осторожным. Вот у нас в Воронеже есть митрополит такой Сергий, да, вот мне есть человек, он сказал, что он общался с людьми, ну как бы с девочками, ну с парнями, а не девочки вот этого епископа, понимаешь, он мужеложник, мне вот говорят об этом люди, понимаешь, которые непосредственно знают его девочек, и что дальше, мне не верить этому, ты скажешь? верить этим людям, которые говорят об лутистике? Да. Ну, поверить не можешь, но нужна проверка еще. А какая проверка, если он на телеканале «Союз» говорит, ну, благословляет принимать чипы на руку прихожанам, какое доказательство еще нужно? Я вам скажу, что не бойтесь ничего, и пускай вам и вживляют это, потому что вы антихристу как статистической единице абсолютно не нужны. Вы ему нужны своим психологическим настроением. Если вы христианин, значит, это вшитое у вас считывающее устройство, куда-то вам его вошьют, или вы будете носить где-то его в кармане, и не бойтесь никакого антихриста, ни его знаков. Ну, принимать чипы это еще не значит, что он уже ложный. Нет, ну, одно другому не помеха. Ну, как не помеха, тут разные ситуации бывают. В этом тоже вопросе наше... Ситуация, если, когда, я не помню, в начале 2000-х было собрание, его сейчас, кстати, не найдешь в интернете, что было постановление, собор был как раз по поводу чипов, вот тогда еще был предыдущий патриарх у нас, да, вот, и он заявил, причем открыто, и было собрание по этому поводу, что не принимать церковь постановление, сейчас этого видео не найдешь, я думаю, ты наверняка видел его, вот, и они сказали, что не принимать никаких вот этих начертаний, понимаешь, а он сейчас объявляет обратное, то есть церковь сказала одно, сейчас вот митрополит говорит другое против церкви, понимаешь, и я должен его принимать таким, как он есть. Брат, церковь это еще не значит, что это митрополит, церковь это он как лицо церкви, да, может быть, но вот я наблюдал долго за тем, что говорит патриарх Кирилл, проповеды его слушал, выпишивал кое-что, и обратил внимание в дело, что он говорит, церковь лучит так, но я слушаю, думаю, сейчас он скажет, как лучит церковь, а он говорит себя именно, то есть он говорит уже свое, а люди, которые практически не знают, что такое церковь, он в институте каком-нибудь выступает, или еще где-то, и перед прихожанами, я не слышу ответов, он говорит, церковь, получает церковь, это я, но это неправильно, церковь это все те, кто до нас были, и он должен, действительно, мнение церкви не свое высказывать, а они высказывают, зачастую, просто свое, и говорят, что это изменение церкви, ну а, что он это, мужеложник, чтобы твоя совесть была спокойна, и если у тебя никаких, что-то, неопредодержимых фактов, чтобы представить, чтобы его убрали от престола, то, я думаю, что, чтобы совесть была спокойна, ты будешь счастливым. А я не посещаюсь уже больше года. А в ролике я смотрел, там это, батюшка приезжал, тебе и сообщал. Да он и другой, его. А-а. Ну понятно, я тогда не понял тебя, я думал, почему больше года не посещаюсь, но теперь понятно. Ну, слава богу. То есть, я вот, наш священник, он был рукоположен до молодых, до 30 лет. Ну, наисплыть я, конечно, не посажу. И, почему? Потому что он нарушитель канонов. Каноны дисциплинарные, они тоже не из двух табораций были. Они возникали по мере необходимости. И, собственно говоря, тут тоже это, надо понимать, что они не просто для того, чтобы того-то там осудить, наказать, а это все делать с этими отцами для того, чтобы спасти душу грешающую, чтобы еще, чтобы в церковь не вошло ничто нечистое, как не должно войти ничто нечистое в царство божие. А церковь, она есть царство божие, спасать дело здесь, на земле. мы не видим, которые нечистое, которые чистые, но Бог видит. Поэтому нужно это, я думаю, что в первую очередь довериться Богу и самому не отступить, самому не отступить, самому не стать это отступницей, вот в чем дело. А брат, видишь, у него пошло дальше, 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 и... Это не дальше пошло, это идет уже давно просто, сейчас как бы это открыто он заявляет, понимаешь, а об этом мы говорили еще два года назад, что, ну, как бы и о причастии говорили, понимаешь. Мне по душе позиция не активная еще. По душе, потому что она мне близка, и потому что я с ним согласен в этом вопросе абсолютно. Вот его позиция не по душе. Не, это понимаешь, это шторочки так задернуты себя на глазах вот с этой позиции, а вот люди не могут так жить. Ну, что, могут жить, что значит не могут жить? Не может человек, он видит вот, да, и он не может принять это. Если ты видишь, то покажи пример. Я вот с текстантами разговаривал, ну, не так давно, в общем, баскистами, у нас отделенные баскисты есть, и у нас очень хорошие отношения с ними сложились. Меня. Я к ним приходил, вот, они меня все расспросили, как я узировал, признали, что я получил рождение духовное. Признали. Ну, некоторые вопросы мы ахилиазм разговаривал с пастором. это, ладно, все это не так, не постепенно. Но, когда я заговорил о том, что они вне церкви находятся, вне церкви, я им предложил, чтобы они вошли в церковь, а почему предложил, потому что раз вы очищены через слово Божие, вы вывернули во Христа, Бог вам дал веру, открыл вам, вы уверовали, вы перестали грешить этими тяжкими грехами, как, ну, пьянцы там, бог и так далее, там, курение там. Почему вы находитесь вне церкви? Вы водите туда, где нуждаются у вас, где вы можете показать пример другим. У вас нет больше любви, когда вы это сделаете. Когда вас гонят свои же. За что? За то, что вы не такие, а почему не такие, потому что вы, ну, зовете по слову Божию, не хулики иконы, как бы то, принимайте таинство, священство, и вы будете православным. Баркисты, они отделены близки к нам, ну, во многих способах. Вам хорошо там отдельно жить, вы там, в молитвном доме, вас никто не трогает, вас никто не гонит, она говорит, ну, как не гонит, вот сейчас закон этой, яровой. Да, яровой, вот сейчас начнут знать, ну, ждете, когда вас начнут знать, не ждите, заходите сейчас в церковь, принимайте православие, как он и есть, но не забывайте о той первой любви, которую вы получили, когда он веровал в Христа. И вы почувствуете, вы знаете, что такое настоящее гонит. Вот и все. И поэтому брату Александру, не знаю, тут нужно быть осторожным. Я, конечно, надеюсь, что он не уйдет в краник, что у него вдохновит благоразумие, и что он человек умный, мыслящий, что он молится, и что он ищет, как ты говоришь, я тоже понимаю, что он ищет, и что Господин его откроет. Он сказал, но он продолжает, он вот на прошлой неделе причащался, опять же, он уже не там, не у себя в храме причащается, а едет в деревню, в деревню там священник есть один, вот, он такой, ну, любит Слово Божие, и вот он у него причащается, понимаешь? Ну, слава Богу, я рад слышать этот человек, потому что я за него не буду это, не то, что пафосно не хочу, но тем не менее полюбился братом. Мне вот он как-то сразу призвинулся, что это я почувствовал притягательность в его рассуждениях, в его мыслях, в его рассудительности, такой вот мы рассудительный человек. Это просто вопросы, какие он задавал тогда, помните? никто такие вопросы не задавал, глубокие, серьезные. Ну, вот знаешь, я с ним, я ему однажды вопрос, как бы, задал, ну, не то, что задал, я ему сказал, я говорю, ты не веришь вот в сакральность вообще вот, как это еще слово, как оно называется, ну, сакральность потом, ну, то, что сокрыто, в общем, от нас сокрыто, да, он любит, ну, не знаю, как можно сказать, любит, да, то есть, требует, в общем, объяснения всему, то есть, ты мне дай вот на поставленный вопрос, если нет ответа, я не могу верить, понимаешь? вот он, вот такая у него как бы точка зрения на все, я говорю, может быть, как раз вот тебе нет вот этого, знаешь, сакральности как бы в твоей вере, поэтому ты, может быть, многое не можешь принять. Слишком рационален. Рациональность, да. Да, слишком рационален, практичен, у меня жена супруга такая же, прям, это мне сложно с ней в этом отношении, она тоже такая вот рациональная, практичная, а тут, понимаешь, мне проще, конечно, было, не знаю, я поверил, и все, доверился сразу, не было доверия, даже. А вот, вот я как раз упор и ставлю на веру, вот поверил, и все, и я откинул, я верю так. Просто поверить, детская вера, она хороша, но до поры до времени, когда стоят серьезные вопросы, детская вера не помогает. нет, я конкретно о причастии говорю, я детской верой поверил, что она подается причать, и я к Господу обращаюсь, вот в этом ролике последнем сказал, что я обратился, просто помолился, и Господи, если угодно, тебе, подай мне священник, которого мне причаститься, но у меня, я в деревне живу, вот мы уже практически полгода тут рядом, нет ни храмов, ничего, там не приехал батюшка за 500 километров причастить меня, понимаешь? Да, да, слава Богу, что такой батюшка нет. А вот я за крайностью хочу сказать, когда я поехал к Катеряевку первый раз, у меня вопрос о крещении не стоял, я даже его не понимал и не разбирал, что это, вопрос это, я его отложил на потом. Другие вопросы я там по книгам, по проповедям я разобрался, а тут это думаю, ладно, я этот вопрос не знаю, и мне он пока не интересует вообще, поехал, потеряю их, не понимаешь, вот тут началась настоящая сакральность. Я захожу в храм службу, отец-яким читает проповедь, проповедь точно бьет в меня, понимаешь, оно осознание того, что он говорит о мне, он говорит всем, а у тебя осознание внутреннее, что он говорит тебе. Потом идут людей крестить, я не хотел крестить, у меня даже мыслей не было, вообще даже это не было. Открывание глаз духовных такое происходит. И Господь мне там открыл глаза на это дело, что действительно крещение, которое не такое обливание, мочение, оно совершается не по правде Божьей, не по правде церкви, а по своему настроению, по лукавству человеческому. То есть лукаве люди делали посладление себе, а давай так, и стали эти алкоги находить. Лукавство, то есть крещеный человек таким образом он становится лукавнующим, с этими лукавнующими. Я понял, что здесь ложь, неправда. Осознал, внутренне у меня вошло это понимание. Я уже тогда, у меня было такое состояние, что я готов был сейчас зайти и креститься там здесь. Виктор Андреевич идет, говорит, тебе надо креститься. А потом он забыл, я вот спрашивал, ты почему мне такие планы? Я не помню, что это такие планы. Вот здесь началась у меня сохранность, была такая сохранность, я уже уехал оттуда уверовавшим, понимаешь? уверовавшим, понявшим, почему я должен креститься и почему крещение, которое совершается мочением или там обливанием, оно неправильное. Я понял, что я не должен становиться на сторону лжи. Для меня главный вопрос был, чтобы не стать на сторону лжи обмана. Это было главное мое, потому что Бог свят, Бог есть Бог правды. И как я буду перед ним стоять на молитве или еще где-то, когда я соглашаюсь с неправдой, соглашаюсь, понимаешь? Когда я соглашаюсь с неправдой, я говорю, ну, какая разница, можно и так креститься, можно и так креститься. А тут вопрос-то глубже заключается, чем на поверхности. Мы соглашаемся с ложью. Ну, о чем делать? Лукавство. Вот эта сакральность, она всегда в жизни человека проявляется. Это уже непосредственно открывает Господь. А когда ну, и другая сторона, когда Господь опять же ведет тебя через испытания какие-то, это же можно к Александру сейчас отнести, что Господь испытывает в чем-то, его не открывает, ему не подает, ему вот как бы для понимания поля сакральности такой, да, как это ты сейчас рассказал. Вот. Можно, можно такое. я и надеюсь, что именно так оно происходит, что сейчас до поры до времени Господь приветствует его а потом откроет мне. Надеюсь. Ну, понимаешь, надежда это надежда, но сказать-то я должен, что ты, брат, на опасном пути находишься. Будь осторожным. Ну, я тоже, я не могу вот это, знаешь, когда он, ну, когда он говорит как раз вот о том, что я сам могу преломить и вкусить и кровью выпить, да. Это не кровь, это просто хлеб, и оно будет. Ну, вот, а мне, знаешь, страшно становится от этого. Мне вот это пугает вообще. Оно не может не пугаться, потому что это полное отпускление от веры. Где-то, может быть, у него есть, держится, но такие мысли уже приходят, говорит о том, что может он еще и дальше выйти. В общем, дело. А кто его восстановит? Ну, вот ты сказал, или там поговорил с ним, я с ним поговорил, он сказал, я вам не верю. А чему ты веришь, брат? У тебя ум-то тоже ограничен, хоть ты там, это, руководитель и так далее, но ты все глубины Божьей не можешь проникнуть. Ты рассуждаешь со своей колокольни. А твоя колокольня может быть не напрямена, и ты видишь никак от нас. Почему ты не принимаешь слов, которые говорят тебе люди? Они тебе плохого не хотят, они хотят, чтобы ты поздушил, что ли? И они видят, со стороны иногда было не иногда, а лучше. Если не доброжелатели, это одно, там, это хотят тебя соблазнить, обмануть и еще так далее. Но вы будете тут надо, самое страшное, что он это говорит, я не верю. Вот вот это вот момент, понимаешь, как бы человек, когда говорит, я не верю, он стал твердым в такую позицию неверия, и Бог ему может закрыть все. и у него не будет непонимания ничего. Понимаешь, через веру Бог открывает. Ты веришь, то есть доверился Богу, доверился, понимаешь, как Авраам доверился, так это многие люди, живущие до нас и в наше время есть такие доверия. А если я сказал, я не верю, хотя он не просто жив, он поэтому пришел путем это размышлений своих, рассуждений и так далее. Видя недостатки людей, которые называются священниками или прихожанами, и на этом основании он хочет построить свою веру. А как ты построишь на неправду? Ты видишь недостатки, но недостатки ты видишь, а завтра он покаялся, как ты там то, что это правильно говорят святые, что сегодня ты видишь согрешающего брата, а завтра он уже принял покаяние, а ты все думаешь о том как погрешающем. Мы легко ошибаемся. Легко. Мы, да, мы часто это вот там как раз ну отец Петр написал, я не помню дословно своими словами скажу, что вот наши вот эти мысли нас и приводят к тому, чего мы ждем от них. То есть изначально мы во что-то мало-мальски только мы цепляемся за какую-то веру, и все и своими мыслями мы достигнем того, с чего мы начали. То есть мы своими же мыслями подтвердим за то, что когда-то зацепились коготком. Вот, кстати, у меня был такой момент Осипов говорит муки бесконечны, вечны, но не бесконечны. Ну, ты знаешь это. Я его не понимал. У меня там внутри все восстало, так-то. Я потом думаю, да что он там поездородит там. А потом думаю, дай-ка я это подумаю, разберусь. Акстрак топил в печку в нашей секции ночью там, сидел и размышлял. И понимаешь, что случилось. я пошел как бы за мыслью Алексея Ильича и иду мысленно за ним. Ты понимаешь, я пришел к такому же выводу, какой он сделал. Я думаю, стоп. Подожди, я понял, о чем ты будешь. Я хочу спросить, а когда у тебя вот это было? Могода два назад. Со мной произошло это два месяца назад. Представляешь, я пошел за ним, то же самое, о чем сейчас говоришь, а мне аж смешно прям. И я себя тоже понял, стоп, ты куда? Все, я же пришел к полному пониманию, что да нет, Господь милостив, Господь сделает как-то так, что всех выведет. Представляешь, а потом сам же ужаснулся от своего. Да. Вот смотри, оказывается удивительно, но видишь, как человек может это увлечься. Да. Поэтому брату надо говорить, не беседовать по мере возможности. По его желанию, конечно, он не захочет. Но все-таки ему надо не отвергать священников. Хотя они и все мы царственные священства, призванные в удел Христов. Но тем не менее из нас должны быть те, кто предстоят впереди, начальствующие. предсвитера, старшие, надзиратели, епископы. Чтобы был порядок в священстве. Чтобы и кто-то один должен преломлять. Не все. Каждый, когда захотел преломлять священство, не буду преломлять, когда хочу. Порядок есть порядок. И Бог любит порядок, а не беспорядок не беспорядок, а не беспорядок. В том то и дело, Александр, ты понимаешь, он настолько педантичный человек, что он во всем вообще любит порядок. А я как раз задался этим вопросом, вот это даже странно, понимаешь, он во всем педантичен, а в этом почему-то отступил. Меня тоже это удивило. Я ему как раз не говорил, что ты же доработал у тебя предприятие и так далее, и так далее. И меня тоже выгибил этот момент. Почему так? ты видишь, лукавый, знаешь, это искушение, конечно, искушение после крещения и серьезнейшее искушение. Я думаю, перед всем сердцем желающим вот это. Так я для чего и устраю, понимаешь, у меня только душа и об этом и переживает. Я об этом ну, ты сам понимаешь. Неохота потерять брата, неохота. Ну, конечно. Такого еще брата, тем более, который уже подубился. Просто тяжело бывает. Конечно. Да, брат. Ну, ладно, это, у меня трафик-то ограниченный, это. Ага. должен еще человек звонить. Все. Здорово, здорово, здорово. Здорово.